Снова время новостей на нашем телеканале в студии Олеси Кайряк. Здравствуйте! Для начала расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Подсолнечное масло подорожало, как собственные некоторые другие продукты питания. Чем это объясняют сельхозпроизводители и экономические эксперты, расскажем в выпуске. В Аргееве с нуля начнется строительство нового микрорайона. Как он будет выглядеть и что подтолкнуло власть муниципия к запуску уникального для всей страны проекта, узнаете из нашего репортажа. Злосчастный день для одной из столичных автолюбительниц. На ее машину рухнул столб электропередач. Как это произошло и каковы детали случившегося, об этом далее в новостях. Шокирующий случай в Приднестровском регионе. Солдат-срочник пытался покончить с собой при помощи табельного оружия. Детали последуют далее. Далее все это и многое другое подробно. Засуха и последствия кризиса начинают проявляться в цифрах. Сельхозпроизводители, сначала просившие, а затем потребовавшие помощи у государства, вынуждены повысить цены на посевной материал. Так, стоимость семян подсолнечника с петелей в прошлом году практически удвоилась и составляет почти 9 леев за килограмм. В свою очередь, производители подсолнечного масла подняли цену на конечный продукт, примерно на 15%. С начала осени стоимость семян подсолнечника постоянно растет и на сегодняшний день составляет примерно 8,5 леев за килограмм. Аграрии говорят, что в этих условиях они вынуждены поднимать цены, чтобы хоть как-то компенсировать убытки. Причина, конечно, не урожай, само собой. Вторая причина, что все-таки пандемия находится. В третьем, скажем так, что засуха, она затронула не только Молдову, скажем так, а весь такой, скажем так, черноморский регион. Все равно рынок ориентируется на соседние страны, то есть ориентируется на Украину, ориентируется на Румынию. А цены сейчас практически одинаковые, даже, скажем так, у нас чуть больше. Учитывая рост стоимости сырья, предприятия по производству подсолнечного масла с октября подняли цены на этот продукт примерно на 15%. Дальнейшее подорожание при этом они не исключают. Цена нестабильная, семечку сейчас никто не продает, все тоже ждут, что она все-таки будет подниматься. И ничего невозможно прогнозировать. Сельхозпроизводители говорят, что положение дел в агросекторе не внушает оптимизма. Для налаживания ситуации с ценовой политикой нужен системный подход и вмешательство государства. Меньше всего выиграет с этих поднятий цены, не знаю, что. Сельхозпроизводитель. Все время перекупщики там зарабатывают больше. Я считаю, что нужно было бы идти по другому пути, как бы, помочь сельхозпроизводителям, чтобы встали с колен, чтобы производилось на самом деле на должном уровне, то есть, чтобы внедрялись новые технологии, с такой прочей, чтобы появились избытки, тогда цена сама по себе, она опустится для маленького рынка, для нашего рынка. Мы попытались получить комментарии специалистов Минсельхоза, но на наши телефонные звонки никто не ответил. На сегодняшний день литр подсолнечного масла стоит в магазинах розничной торговли в среднем от 23 до 26 леев. Вообще же за последний месяц цены на продукты питания выросли на 4%. Незначительное подорожание было зафиксировано в отношении товаров и услуг. По данным Национального бюро статистики, в октябре годовая инфляция составила 1,56%. Эксперты в области экономики утверждают, что на рост цен в этом году повлияли засуха и пандемия, что заставило многих людей опустошать полки в магазинах из-за боязни остаться без запасов на зиму. По сравнению с сентябрем, в октябре цены на фрукты выросли более чем на 26%, а на помидоры почти на 19%. Куриные яйца стали дороже примерно на 12%. За тот же период граждане платили на 7% больше за килограмм огурцов и кабачков. И цена подсолнечного масла выросла почти на 4,5%, а кукурузная мука на 1%. Молоко и молочные продукты также стали дороже почти на 1%, особенно творог, молоко и сметана. Эксперт в области экономики Георгий Костендаки пояснил, что рост цен зарегистрирован на фоне засухи этого года, а значит, из-за неурожая, а также из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Кризис из-за пандемии, который повлиял на производство, также привел к сокращению закупок. Позже, когда все магазины открылись, люди начали закупаться, делая запасы на холодное время года, а также, чтобы предотвратить некоторые угрозы и риски, потому что люди боятся, у них паника. В то же время было зафиксировано незначительное снижение цен на сезонные фрукты и овощи, особенно на цитрусовые, картофель и капусту. Напомним, во вторник крупнейший хлебокомбинат страны повысил цены на некоторые продукты, а производитель из Бельц увеличил стоимость хлеба на 50 банов. Отметим, Молдова в очередной раз оказалась в конце европейского рейтинга покупательной способности. По крайней мере, таковы данные исследования, проведенного международной компанией JFK, которая опустила Молдову практически в самый конец списка из 42 стран самым низким уровнем дохода. Мы опережаем по этому показателю только лишь Украину. Далее хроника пандемии. За последние 24 часа в Молдове зарегистрировали 1115 новых случаев заражения коронавирусом. Было проведено свыше 3600 тестов. Большинство случаев в Кишиневе – 333 и Приднестровье – 192. И это за сутки. Таким образом, с начала пандемии в Молдове заболело уже 84 707 человек. Сегодня же еще 20 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Таким образом, общее количество летальных исходов возросло до 1950. И добавим, за сутки из больниц выписали 1289 человек. А общее количество выздоровевших после COVID-19 превысило 66 100 граждан. Далее о приближающемся втором туре выборов. Президент Румынии Клаус Йоханнес утверждает, что будет предельно внимательно следить за ходом воскресных выборов в Молдове, чтобы гарантировать, что будущей республике будет определяться исключительно свободным голосованием граждан. Это заявление прозвучало во время конференции, в ходе которой глава соседнего государства упомянул, что его обрадовали результаты, полученные в первом туре выборов кандидатом в президенты от ПДС Майи Санду. Приятно было видеть в первом туре выборов голосование граждан за кандидата Майю Санду. По сути, это голосование за необратимую демократическую эволюцию Республики Молдова. Я всегда подчеркивал, что путь в Европу – это путь прогресса через смелые реформы. Румыния продолжит поддерживать Республику Молдова в ее усилиях по модернизации. Румыния уже инвестировала значительные и бескорыстные средства в инфраструктуру, в школы, больницы для блага граждан, сказал Клаус Йоханнес, передает диджи24.ру И о других политических новостях. Депутат Елена Бакалу покинула ряды парламентской группы про Молдова и присоединилась к платформе «За Молдову», куда входят бывшие демократы и депутаты от партии ШОР. В заявлении, поданном в парламент, Бакалу указала, что продолжит свою деятельность в качестве независимого депутата. Так, уже 15 депутатов стали частью платформы «За Молдову», созданной в конце прошлого месяца. Это Серджио Сырбу, Роксанда Главан, Элеонора Граур, Григорий Репещук и Корнелю Подневич, которые ранее покинули группу про Молдова. На прошлой неделе к ним присоединились 9 депутатов от политической партии ШОР. Имя Павла Филиппа стало новой единицей измерения лжи и предательства. Так, председатель политической партии ШОР Илон Шор ответил на заявление лидера демократов о его причастности к уходу депутатов из ДПМ и созданию парламентской платформы «За Молдову». Илон Шор подчеркнул, что Филипп вообще не вправе рассуждать о государстве и политике, так как полностью себя дискредитировал. В видеообращении в социальных сетях Илон Шор рассказал, что как политик Павел Филипп сделал не что иное, как уничтожил уверенную ему партию. По мнению депутата Филипп, не вправе рассуждать о государстве или политике. Давайте вспомним, кто такой Филипп. Первое – разграбитель табачки. Потом, будучи на посту директора-режистру и министра информационных технологий, все свои помещения он удачно пристроил этому министерству и этому предприятию, до сегодняшнего дня зарабатывая на этом достаточно большие деньги. Будучи премьер-министром, он просто прихватизировал все, что плохо лежало, задарма. По словам Илона Шора, благодаря действиям Филиппа, фракция Демпартии, куда входило 29 депутатов, стала втрое меньше. Председатель политической партии Шор считает, что лидер демократов больше всего боится досрочных парламентских выборов, так как в этом случае ДПМ не пройдет в законодательный орган. Вы видите рейтинг Демпартии, которую Филипп своим гениальным руководством довел до ниже, чем полтора процента. Позор, стыд и срам, Филипп. Ты со своим рейтингом, с абсолютным недоверием людей не вправе давать морали никому в принципе. Поэтому моя тебе рекомендация – сядь и успокойся. Все, ты сделал все, что мог в молдавской политике. Ты добил свою партию до конца. Сегодня, Филипп, ты на обочине. Поэтому сядь, успокойся и жди своего часа. Мы обратились за комментариями к Стелле Нистер, пресс-секретарю ДПМ, которая заявила, что председатель Демпартии принимал правильные решения и сейчас двигается вперед с другой политической тактикой. А далее о неполитической деятельности депутата и председателя партии Шор. В 2021 году в Аргееве с нуля начнется строительство нового микрорайона. В среду Илон Шор представил проект нового городского района. Его возведут на площади в 24 гектара и он будет включать в себя жилые дома, гипермаркет, бизнес и финансовые центры, социально-культурные объекты. По словам Илона Шора, подобный проект является премьерой для Республики Молдова. Продолжение следует... ...современного городского рынка с большой парковкой, гипермаркета, бизнес-центров, офисов и банковских отделений, социально-культурных объектов. Появится также детский образовательный центр и медицинский центр. Этот проект будет впервые за 30 лет независимости Молдовы, когда в Молдове не разрушается очередной микрорайон, а строится очередной микрорайон в районном центре. Партия Шор это партия, которая сегодня строит Аргеев. Но завтра мы будем строить всю страну. Вице-председатель партии Шор депутат Марина Таубер отметила, что этим проектом команда партии продемонстрирует, как должна выглядеть столица. Это будет самый современный квартал, о котором наша столица и не мечтала. Уверена, мы станем конкурентами даже европейским городам. Мэр Аргеева отметил, что у будущего жилого квартала пока нет названия. Его выберут по итогам консультации с аргеевцами. По словам Павла Вережану, этот проект станет началом нового этапа развития города. Я очень горжусь тем, что являюсь примаром самого красивого города в Республике Молдова и что я – часть команды Илона Шора. Вы видите, что с 2015 года и до сих пор идет развитие муниципи. Жители Аргеева с нетерпением ждут того момента, когда комплекс будет сдан в эксплуатацию. Я бы очень хотела жить в этом районе. Это гордость и для страны. Город Аргеев станет еще красивее. В 2015 году, после того, как примаром муниципия был избран Илан Шор, в городе начался настоящий экономический и инфраструктурный бум. Аргеевский район, по данным Национального бюро статистики, в 2019 году значительно опередил другие районы по темпам развития. На районном уровне в Аргееве зарегистрирована самая высокая средняя зарплата в экономике. Тем временем число желающих приобрести квартиру или дом в Аргееве за последнее время выросло на 30%. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные городских агентств недвижимости. Специалисты говорят, что причиной тому послужили изменения и проекты, которые были реализованы в муниципе в последние годы. 25-летняя Елена Домбровская, уроженка Аргеева, закончив обучение на факультете филологии современных языков, решила вернуться в родной город, чтобы построить карьеру. Она уже два года работает в теоретическом лице Олегу Руссо, преподавателем английского языка. Елена рассказала нам, что изменения, произошедшие в городе за последнее время, побудили ее вместе с семьей вернуться в Аргеев. Конечно, в студенческие годы я думала уехать, но, наблюдая, как город развивается, я решила вернуться, потому что мне очень нравится атмосфера здесь, спокойствие, все, что создается, очень красивое. Девушка говорит, что не планирует уезжать из своего родного города. Еще когда я сидела за партой в этой школе, я помню, как сильно восхищалась своими учителями. А когда я вернулась, они так тепло меня приняли, советами. Я очень горжусь, что живу в этом городе и работаю здесь. И жители Аргеева признаются, что высоко оценивают изменения, произошедшие в городе, где они живут. Хотелось, чтобы вся Молдова так расцветала, как расцветает Аргеев. В Аргееве очень хорошо, чисто. Мы гордимся таким городом. По данным агентств недвижимости, в муниципе Аргеев за последнее время увеличилось количество покупателей жилья. Учитывая масштабные проекты, которые были инициированы и реализованы местными органами власти, на 30% выросло количество клиентских запросов на приобретение квартир. Мы регистрируем рост числа людей, которые переезжают в Аргеев из других населенных пунктов, таких как Теленешт и Калэраш, Шелдонешт и Резина и из других населенных пунктов Аргеевского района. В последнее время все больше уроженцев Аргеева, уехавшие за границу в поисках заработка, возвращаются домой. В муниципе развивается проект «Мой дом Молдова», инициированный лидером партии Шор Илоном Шором в 2017 году, цель которого – вернуть на родину и поддержать граждан страны. Согласно проекту, каждый, кто возвращается в родные края, сможет воспользоваться пособиями, налоговыми льготами, освобождениями от уплаты подоходного налога в течение первых пяти лет и рядом других преимуществ. Далее о жизни столичной. Мэр муниципиона Чабан представил сегодня отчет о своей деятельности за год работы на посту градоначальника. Он утверждает, что ему есть чем гордиться и что он достиг даже большего, чем планировал. Чабан отметил, что в ближайшие три года продолжит работать во благо жителей Кишинева. Более двух часов Ион Чабан рассказывал о десятках запущенных проектов и о столице, которая, по его словам, меняется в лучшую сторону. Мэр Кишинева говорил об обустроенных зонах отдыха и улицах и тротуарах, отремонтированных с нуля. По словам Чабана, одно из самых больших достижений – это улица Албешуара, где ремонтные работы пока еще не закончены. В начале года никто не верил, что улицу можно обустроить, модернизировать, так как в муниципе Кишинев давно не реализовывались такие проекты. Что касается улицы Албешуара, за 30 лет не было сделано абсолютно ничего. Чабан говорит, что Кишинев начал новую жизнь после того, как были демонтированы и эвакуированы сотни рекламных счетов, многие из которых были размещены незаконно. За год с улиц города было снесено более 1200 рекламных счетов, было эвакуировано более 800 киосков и павильонов. Очистка русла реки Бык и строительство новых очистных сооружений также были включены в отчет о деятельности примара за год. Сегодня на очистных сооружениях можно спокойно находиться. И да, полностью разработан бизнес-план, который будет введен в действие до конца следующего года. Ион Чабан возглавил столичную мэрию в 2019 году, после того, как во втором туре местных выборов за него проголосовали 52% избирателей. Его оппонент Андрей Нестасия получил почти на 5% голосов меньше. Строительство парковок, ремонт подземных переходов и дорог, перенос столичной мэрии в другое здание, а также устранение неприятного запаха, исходящего от очистных сооружений. Это лишь некоторые из обещаний, которые Ион Чабан давал во время прошлогодней избирательной кампании, после чего он стал градоначальником. Мы проанализировали его программу и отправились посмотреть, что выполнено, а что нет. Ион Чабан давал много разных обещаний в период предвыборной кампании, когда баллотировался на пост градоначальника. Мой основной план развития муниципалитета на следующие 4 года включает в себя создание современной дорожной инфраструктуры, реконструкцию старого жилого фонда, модернизацию всех очистных сооружений и очистку русла реки Бык. Из 4 данных обещаний было выполнено только одно – очистка русла реки Бык, но и это не было полностью завершено. Работы проводились лишь на 2 километрах из 10 протяженности реки в Кишиневе. А несколько недель назад во время сильного дорожного русла вышло из берегов и затопило большую часть улицы Албешуара. В некоторых местах вода поднялась настолько, что машины оказались заблокированы в потоках воды. Если говорить о дорожной инфраструктуре, столица сейчас – это действительно строительная площадка. Одновременно ведется ремонт нескольких улиц, что приводит к образованию километровых пробок. И пока что ни одна из основных дорожных артерий не была сдана в эксплуатацию. Что касается реконструкции жилого фонда и модернизации очистных сооружений, то и это остается невыполненными обещаниями. Хотя Иоанн Чабан и заверяет нас, что в ближайшее время Кишинев забудет о запахе нечистот, идущем с очистных. Наша цель – избавиться от неприятного запаха в столице в этом году. Сделаем все возможное. Но минувшим летом столицу вновь окутала жуткая вонь. С 3 до 6 утра, если открыть окно, это настоящий кошмар. Позор! В 21 веке нюхать эту вонь! Пообещал Иоанн Чабан и строительство объездной дороги вокруг Кишинева, протяженностью более 60 километров, которая должна была проходить через 13 пригородов. Это предполагалось делать, чтобы разгрузить дорожные движения и чтобы избавить город от пробок. Стоимость проекта оценивалась более чем в 200 миллионов долларов, денег которых у премырии нет. Работы должны были осуществляться при поддержке правительства и внешних партнеров. Чабан также представлял проект парковок в столице, обещая создавать до 4000 мест ежегодно. Но подземные автостоянки как и многоуровневые, так и не появились. Вместо этого – эвакуаторы, которые забирают машины, припаркованные против правил, на штрафплощадку за городом. Это вызвало недовольство водителей, и ответственная за эвакуацию компания была вынуждена приостановить работу. Если говорить о подземных переходах, которые он обязался отремонтировать, кажется, что работы сдвинули с места, но идут довольно медленно. Отремонтирован только переход под виадуком, но пандус для людей с ограниченными возможностями там крутой и опасный. Руку помощи протянула партия ШОР, которая взялась восстановить другую, пришедшую в негодность подземку. Лидер политформирования обещает, что в короткие сроки переход будет изменен до неузнаваемости. Я очень рад, что у нас есть возможность реализовать данный проект. Мне очень приятно. Ион Чабан также пообещал перевести премарию в другое здание, а нынешний офис переоборудовать в музей. Но этого тоже не произошло. И если подвести итоги, то станет понятно, что большинство обещаний так и остались воздушным замком. Тем не менее, у Иона Чабана все еще остается три года, чтобы реализовать обещанное жителям столицы. Тем временем столица рискует оказаться погребенной под опавшей листвой. Кишиневцы говорят, что с тех пор, как с деревьев начали опадать листья, город превратился в настоящую мусорку. Горожане считают, что порядок наводить никто не собирается. А если убирает, то только на центральных улицах. Настоящие курганы из листьев образовались на улицах в центре столицы. Из-за них почти не видны мусорные баки. Жители говорят, что это результат давней уборки. И вот уже несколько недель эти кучи никто не трогает. Они собирают листья в кучу, но я не вижу, чтобы они их убирали. Как вы можете заметить, это везде так. Такая же картина и в секторе Ботаника. Тротуары и переулки накрыты ковром из листьев, которые, по словам кишиневцев, не собирали с начала осени. Конечно, мне это не нравится, особенно когда гуляю с детьми. Это очень неудобно. Я думаю, что это из-за того, что не хватает людей, чтобы поддерживать порядок. Вообще не собирают. Они собирают где-то, ну не знаю, наверное, вот в конце ноября. Они, бригада приходит, они тут листья собирают и сразу на трактор грузят. На бульваре Троян нашлись все-таки двое рабочих из жилищных ассоциаций, которые собирали листья во дворах. Они объяснили, что их задача сгрести все в кучу. Остальное дело сотрудников муниципального предприятия «Спациверси». Мы собираем все в кучу, потом они приходят и забирают. Как часто это делают? О, может быть, через месяц. Мы один раз все делаем, складываем в одно место, потом они приходят и забирают. Дворник рассказал, что большое количество опавших листьев может создать много проблем. И заметил, что давно уже не видел никого из «Спациверс». «Спациверс» на другой стороне, но они появляются очень редко, когда опадет уже много листьев. Со своей стороны сотрудники муниципального предприятия говорят, что у них мало сотрудников и задействуют их лишь по необходимости. Выводим людей на улицы, когда нам дают команду сверху, тогда и вызываем всех. Нет, не на весь день, только тогда, когда не справляемся. Нас было и 30, и 40 человек, но сейчас 16-17. По словам замглавы предприятия «Спациверс» Андрея Гавтон, в столице листья убирают по мере возможности. Листья собирают во всех секторах. Листья не опадают в один момент, а мы собираем все вместе. Есть процедура. Листву, в которой нет никаких примесей, отправляют на специальную площадку для переработки в компост. Остальные листья утилизируют, как обычный мусор. И еще о проблемах главного города страны. Пандемия внесла коррективы в работу государственного предприятия «Лифтсервис». В этом году планировалось заменить в многоэтажных домах Кишинева несколько старых лифтов. Однако, выделенные на это деньги были перенаправлены в местные больницы для борьбы с коронавирусом. К тому же, заводы, где ранее закупалось оборудование, уже не выпускают запчасти для такой старой техники. 80% кишиневских лифтов уже более 40 лет. Срок эксплуатации давно истек, а жителям приходится каждый день ими пользоваться. Горожане говорят, что в старых лифтах ездить не только страшно, но и опасно. И считают, что их необходимо заменить в срочном порядке. Он с 87-го года наш лифт. Ломается очень часто. Едешь в боезо. То трясет, то колотит, то шатаются. Лифты – это очень следствие повышенной опасности. Поэтому надо соблюдать срок правила замены вовремя. Лифтеры должны проводить технический осмотр два раза в месяц. Однако из-за частых поломок некоторые дома приходится обслуживать и по 10 раз. Одна катушка на релюшке сгорела. И механик поменял ее. Эти релюшки отвечают за этажах. Когда люди нажимают кнопки внизу, какая кнопка там нажимается, здесь такая релюшка и дает на ту кнопку. Каждый лифт имеет более тысячи запасных частей. Наладка одной детали порой обходится в пять раз дороже, чем счет, который оплачивают жильцы одного подъезда за обслуживание лифта. В год на ремонт оборудования предприятие тратит около 500 тысяч леев. Практически каждую неделю горят 2-3 двигателя. Любой маленький двигатель, перемотка двигателя обходится 4 тысячи леев. Если подъезд платит 800 леев в месяц, вот посчитайте. Запчасти для старого советского производства оборудования найти становится все труднее. Белорусский завод, на котором закупались лифты для Кишинева, прекратил выпускать нужные детали. По словам директора лифт-сервис, выкручиваться приходится самим. Что-то производят в ремонтном цеху, что-то ищут по городу, закупая себе в убыток. Вот этому двигателю, наверное, 45 лет. Такие двигатели уже лет 25-30 не выпускаются. Тут железо уже рассыпается на этом двигателе, а другого нет. По словам Иона Станчу, в этом году муниципальный совет обещал выделить около 5 миллионов леев на замену нескольких лифтов. Однако средства до государственного предприятия так и не дошли. В настоящее время в Кишиневе эксплуатируется 1931 лифт, которым более 26 лет. Далее о происшествии. Этим утром в столичном секторе на Буюканах на движущийся по улице автомобиль рухнул столб электропередач. В машине в тот момент находились 52-летняя женщина и ее сын. Они вовремя заметили падающую конструкцию, что позволило избежать трагедии. Тем не менее, авто серьезно пострадало. По словам мужчины, спровоцировал инцидент провисший кабель. Его зацепила мусорная машина, что и привело к обрушению. Водитель мусоровоза отказался от общения с нашим корреспондентом. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. И о происшествии в регионах. Драка с трагическим финалом произошла в селе Сымынан Каргиевского района. В поле на трактористы напали двое мужчин в возрасте 35 и 49 лет. В результате на одного из них упал трактор, буквально его раздавив. Инцидент произошел накануне вечером. Один из них залез в кабину трактора, налетев с кулаками на водителя. А другой остался на ступеньках. В результате конфликта тракторист не справился с управлением. И машина накренилась и упала на бок, раздавив 35-летнего мужчину. Он скончался на месте. По данным полиции, результаты алкотекста показали, что 65-летний водитель трактора не был пьян. Чего не скажешь о другом мужчине, который остался в живых и был одним из зачинщиков драки. Правоохранители занялись расследованием. По воинской части так называемого Министерства юстиции Левобережья, солдат срочной службы, находясь в карауле, выстрелил себе в голову из автомата Калашникова. Инцидент произошел во вторник вечером. Со сквозным огнестрельным ранением полости рта, носа и черепа его доставили в клиническую больницу Приднестровского региона. Местные СМИ пишут, что военнослужащего прооперировали. Он пришел в сознание врача и оценивает его состояние как стабильно тяжелое. О мотивах поступка ничего не известно. Подробности устанавливают. И еще одна новость завершений. Совет по аудиовизуалу на открытом заседании 10 ноября 2020 года наложил штраф в размере 5000 леев на основателя компании Центральное телевидение ООО «Медиаресурсы». Причиной стало нарушение положения пункта 4.1 под пункт Б из условий лицензии навещания. Согласно данным положениям, лицензиат обязуется при освещении избирательных компаний и референдумов соблюдать положение Кодекса об аудиовизуальных услугах, Кодекса о выборах, регламента освещения избирательной компании или референдума в средствах массовой информации, одобренным Центризбиркомом, а также внутренней декларации о редакционной политике в отношении освещения избирательной компании, принятой Советом по телевидению и радио. Добавим, аналогичные санкции были применены и в отношении других 12 телеканалов, мониторинг которых проводился в ходе избирательной компании. Таким был сегодняшний день. Далее вас ждет еще прогноз погоды на 12 ноября. Я же Олеся Кайряк. На этом с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем канале. Всего вам доброго. Берегите себя. И до встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok Плюс 9 градусники покажут в Аргееве и Дубасарах, в Унгенах на градус выше. 9 градусов выше нуля будет в Тирасполе, в Камрате плюс 10, в Кагуле еще на градус теплее. Далее расскажем о погоде за пределами нашей страны. В Бухаресте облачно с прояснениями и 10 градусов со знаком плюс. В украинской столице плюс 6 пасмурно. В Москве также небо будет затянуто тучами и всего 3 градуса выше нуля. В следующих трех европейских столицах ожидаются кратковременные дожди. В Лондоне при этом воздух прогреется до плюс 12, в Мадриде до 16 тепла, в Париже 13 градусов со знаком плюс. Дождливо и 16 градусов со знаком плюс в Риме. В Берлине вероятны кратковременные осадки плюс 10. В Афинах облачно с прояснениями и до 19 градусов тепла. Рим. 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 Рим.